Второе. Я вдохновляю, сам того не желая, ребятишек, подростков, юношей на то, чтобы стать художниками и пойти в художественную школу. Я молча рисовал в своем городе за свои средства на тротуарах, на плитках специальных мелками, просто ради своего желания созидать за свои средства. И бывало, подходили ребятишки и просто молча разбирали мои мелки и повторяли все движения за мной рядом, рисуя. И когда я сдувал миловую пыль, они тоже задували, это так забавно, немножко странно выглядело. И некоторые мне говорили, что их родители заставляли из-под палки ходить в художественную школу, но благодаря мне они стали, сами пойдут с энтузиазмом в художественную школу и станут художниками или художницами. Говорили разные. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок стал художником, художницей, вдохновился, то ты можешь меня пригласить к себе, я буду рисовать просто. И то, что я в душе художник, то, что у меня идет из души, из сердца, вот эта вот энергия. Я просто, я, кстати, молча вот все время рисовал, и это происходило. Когда это видят люди, они меняются. Ты можешь мне заплатить буквально копейки просто. Для меня главное вдохновить как можно больше людей. Если есть какой-то частный садик или желательно частная школа, то я могу прийти и провести бесплатно мастер-классы. У меня есть уже портфолио с мастер-классами для ребятишек. Всем им очень нравилось это, получались хорошие картины. Посмотри по ссылке в мои портфолио. Я рисую в необычной технике мелками на тротуарах, либо на наждачных бумагах, либо на обычной бумаге. Неважно чем. Сейчас я фломастерами, например, рисую, это тоже здорово. Я просто художник и создан созидать. И для меня страдание, когда это не востребовано. Для меня счастье, когда это востребовано. И когда кому-то это нужно. Потому что я вдохновляю. Постоянно я замечаю, мне сами говорят люди, что я их вдохновляю. Но сами я от этого ничего не получаю, от того, что я вдохновляю. Как бы ни материального, ни морального, может быть, какая-то есть счастье, Но материального я ничего не получаю за это. Я обращаюсь к тем, кто может это монетизировать, что-то из этого сделать, чтобы я вдохновлял людей. И при этом вы получали часть денег от того, что вы организуете. И я, ну, меньшую часть денег, но хоть какую-то. Далее, например, я рисовал на крыле города мелками на бетонной плитке. И ко мне подошли два отморозка, которые обычно бьют к слабых или обзывают, или отбирают что-нибудь. Один из них плюнул семечками, ну, он челкал семечки, он плюнул на мой пейзаж. Я даже не обратил внимания, продолжал рисовать. То есть мне вообще все равно, потому что все равно этот пейзаж смоет дождем потом. А второй ему сказал, второй ему сказал, подбери, видишь, видишь, человек, картину, видишь, человек рисует. То есть мне даже было жалко того чела, который вынужден был подбирать свои семечки, потому что тот как бы, мне показалось, что он слишком жестокий, что он его приказал подобрать. В принципе, семечки эти ничем не мешали там. То есть даже отморозков каких-то вот таких ребят это облагораживает. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос более разносторонним, добрым, не вырос каким-то бандитом, не сел в тюрьму, то вы можете пригласить меня или где-то мы можем собраться в каком-то помещении. Я просто буду рисовать, и они будут вдохновляться. Когда я рисую, из меня исходит энергия определенная. Можете верить, можете нет, но это так и есть. И это вдохновляет окружающих людей на что-то доброе, они видят что-то необычное. Я призываю вас, если кто может это организовать, кто может это сделать, кто может это разрекламировать и получать с этого какие-то средства, то главное, чтобы для меня были люди, кто приходил бы ко мне, а вы можете получать с этого средства, какие-то средства с них. Вы можете сделать рекламу, можете там помещение какое-то найти, даже бесплатно. Даже я могу найти такое объявление.